Уже несколько месяцев, как Национальный демократический полюс объявил о политическом Сардарапате, являющейся по своей сути национально-освободительным движением, которое должно сломить существующую в стране на протяжении 33 лет колониальную преступно-олигархическую систему и придать нашей стране содержание реального суверенитета. То, что мы так и не смогли сделать, начиная с 1991 года и заканчивая нашими днями. Все эти 33 года мы меняли персон и руководителей, оставляя без изменений систему. Мы не меняли ту систему, которая способствовала грабежу страны, разграблению экономики, растрате средств на армию. В итоге мы оказались там, где мы находимся сейчас, на пороге глубокого кризиса. Мы идем на данный шаг, осознавая, что уже невозможно говорить не только о развитии страны без проведения системных и коренных изменений в стране, но и сама страна стоит перед дилеммой «быть или не быть». И мы стоим вместе с вами перед угрозой потери Армении и новых бедствий. Эти выборы были объявлены нынешними властями так спешно, так как всего лишь несколько недель назад, до объявления выборов, Никол Пашинян заявлял, что нет какой-либо необходимости во внеочередных выборах. Однако постепенное национальное пробуждение в стране вынудило Москву и ее наместников пойти на внеочередные выборы, чтобы помешать национальному подъему и национально-освободительному движению. И эти выборы направлены в первую очередь на воспроизводство системы. «Наше участие в этих выборах является для нас не целью, а средством для достижения нашей конечной цели. Создание реальных возможностей для национального, суверенного и демократичного государства. В результате формирования в Армении временного переходного правительства и осуществления положений программы, исходящей из потребностей и логики временного периода». «Что это за положение? Прежде всего, это политико-правовая оценка всех бывших режимов. Второе, вытекающее из предыдущего положения переходное правосудие, которое предполагает люстрацию экономическую, политическую и агентурную. Третье, принятие новой конституции. Четвертое, принятие нового избирательного кодекса. И, наконец, пятое положение, принятие нового закона о партиях. Только после этого мы сможем говорить про действительно свободные, справедливые и прозрачные выборы, по результатам которых будет сформирован парламент, отражающий реальное, суверенное и национальное политическое поле и функционирующий в интересах народа». «Следовательно, мы приняли решение параллельно с основным фронтом, публичным фронтом, оказавшись в парламенте, открыть также парламентский фронт. Став парламентской силой, национальный демократический полюс сперва прорвет ту информационную блокаду, которая действовала на протяжении многих лет и является следствием политического заказа, спущенного из Кремля. И полюс станет более доступным для нашего народа. И тезисы полюса станут доступными для более широкой аудитории. Используя трибуну национального собрания, у нас появится возможность продуктивнее и быстрее доносить наши идеи до соотечественников, ускорив и облегчив мобилизацию народа». И став также парламентской силой, у национального демократического полюса появится возможность более продуктивно и с более серьезных позиций разговаривать с настоящими союзниками Армении, в первую очередь Соединенными Штатами и Францией. «Мы заявляем, что Республика Армения обязана провозгласить о правоприемстве Первой Республики Армении, что Армения обязана восстановить всю нормативно-правовую базу, вытекающую из решения провозгласить о правоприемстве Первой Республики. И в первую очередь это касается границ Первой Республики, которые были определены Лигой наций в 1920 году в результате арбитражного решения Вудро-Вильсона». «Мы также видим решение арцахского вопроса в контексте территориальной целостности Первой Республики. Так называемая Третья Республика и так называемый независимый Арцах, который якобы должен был состояться на основании права народов на самоопределение, это те ложные идеи, которые были навязаны нам Кремлем на протяжении 30 лет и у которых была цель отвлечь армянский народ от своих национальных прав и интересов, а также от идеи объединения». «Мы утверждаем, что настало время диверсифицировать нашу внешнюю политику и политику в сфере безопасности. Настало время, чтобы Республика Армения обратилась официально к Соединенным Штатам Америки для получения статуса основного союзника США вне блока НАТО, который позволит получить реальные гарантии не только в сфере безопасности, это приведет к развитию военной промышленности, внедрению новых технологий и созданию дополнительных рабочих мест. Мы идем с новыми подходами и новыми идеями, и в результате их реализации мы создадим национальное, суверенное, демократическое, безопасное и обеспеченное государство, которое удивит мир и представит нас в качестве новаторской нации и страны стартапа. Благодарю за внимание!